Это первое вводное видео в виде лекции, на которой я расскажу, чем вообще мы занимаемся в Центре Сакральной Психологии. А занимаемся мы прежде всего саморазвитием и самопознанием. Мы собираем все знания, касаемые человека, касаемые физики мира, химии и о месте человека в природе. Но базовая вещь это, конечно, психология. Но сегодня мы начнем говорить о мироустройстве, о мироздании. Мы все живем в действительном мире. Это мир действий. Это значит, что мы постоянно находимся в движении, даже если нам кажется, что мы ничего не делаем. Даже когда человек просто стоит или сидит, тысячи микродвижений внутри него подхватывают постоянно тело для того, чтобы человек оставался устойчивым. Наша планета с огромной скоростью вращается, прежде всего, вокруг своей оси. Она движется по орбите вокруг Солнца. Солнце, в свою очередь, с огромной скоростью несется по своей орбите. Вся наша жизнь это движение. И первое, что нужно понять, в природе нет ничего прямолинейного. Если нам кажется, что мы по прямой перемещаемся где-то, куда-то, то на самом деле речь идет минимум о синусоиде. Возьмем, для примера, точку, которая движется по какой-то круговой орбите, при этом она совершает какое-то поступательное движение вперед. На плоскости мы будем видеть синусоиду. Но это в двумерной плоскости. Весь наш мир создан волнами, которые распространяются в пространстве со скоростью света. Каждый человек это тоже волна. И в то же самое время он является и генератором волн. Обращаю внимание, что волны не перемещаются в пространстве, а они распространяются. Перемещается устойчивое структурное образование в вихревой среде. Подобно тому, как мы кидаем камень в воду, и по воде идет рябь, идет волна. То есть сама вода никуда не перемещается. Перемещается лишь возмущение в среде. Но как только у нас возникает волна, она постоянно на что-то натыкается. И на эту волну тут же начинает действовать сила противодействия, которая является отражением, по сути, этой волны. Как только возникает отраженная волна, она входит во взаимодействие с изначальной. И они рождают третью волну, являющуюся суммой первых двух волн. Это так называемая стоячая волна. Именно стоячая волна и оказывает влияние на материю. Вся материя, вся жизнь, она подчиняется закону стоячих волн или торсионных полей. Что в принципе одно и то же. Это то, что мы знаем из физики. Теперь давайте посмотрим, о чем нам говорят эзотерические и религиозные учения. Прежде всего возьмем символ инь-янь, который нам наглядно показывает этот самый процесс. Есть первичная волна и есть волна ей противоположная, вторичная. И при взаимодействии двух этих волн вокруг них возникает поле. Причем само это поле движется по спирали. Символ инь-янь отображает этот процесс в разрезе. Религиозные источники нам говорят о том, что Бог, Он повсюду, Он везде. Он через все проникает. Он входит в каждого из нас. И в то же самое время человек является отражением Бога. Человек подобен Богу. Сам же Бог при этом не познаваем, но мы знаем, что Бог триедин. Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. То есть Бог Отец это некая первичная волна. Бог Сын это то, что порождает эта первичная волна. И Святой Дух это то, что возникает при взаимодействии Бога Отца и Бога Сына. Здесь мы видим, что идет описание тех же самых электрических вихревых процессов. Более подробное описание мы видим в славянской буквице. Берем те буквицы, которым присвоены числа. Первое число АС. То есть это нечто изначальное. Некий источник всего. И этот источник всего, он переходит в буквицу Б, Боги. Но у буквицы Б у нее нет числа. Потому что Бог, он как бы за этим. Число 2 присвоено буквице Веди. То есть некие знания. То есть АС и Веди это некие два первичных принципа. Они в большей степени статичны. А вот у буквицы 3 уже, значение глагол, это как раз действие. Это то, что рождено из первых двух, но является действующим в нашем мире. По сути это и есть описание того, что именно глаголом все и создается здесь. Далее. Далее глаголом будет создаваться материя. Это буквица там ДОБРО. Аналогичную глубину мы можем увидеть в арканах ТОРО. Где первый аркан и есть тоже некий маг изначальный. Изначальный творец, который все создает. Второй аркан это отражение этого мага. Это некие знания. Это нечто, что противодействует первичному мужскому действующему началу. И третий аркан у нас императрица. Это олицетворение природы. То есть то, с помощью чего в конце концов и создается весь наш мир. Разглядывая дерево Сефирот. Само же дерево Сефирот является лишь частным случаем древа жизни. А само древо жизни есть не что иное, как физический закон распространения торсионных полей в пространстве. На уровне порождения следующих и следующих гармонических колебаний. Гармоник так называемых. Именно торсионные поля и создают всю жизнь на Земле. И не только разумную, но и материальную жизнь. Теория Большого Взрыва говорит о том, что была некая первичная вспышка, из которой идут некие вибрации, некие колебания, которые в конце концов и создают всю нашу жизнь и все мироздание. Если мы возьмем индуистскую традицию, то там это называется божественным половым актом. То есть когда путешествуешь по Индии, там везде статуи, там, Лингам Вьони. То есть это изображение божественного полового акта. И из-за этого полового акта идут вибрации, создающие все живое. Вибрации или колебания. А если мы вдумаемся в смысл нашего русского слова колебания, то мы увидим, что в нем этот процесс зашифрован. Даже не зашифрован, а явно нам об этом кричит. Первое, что нам нужно осознать, что все есть вибрация и каждый из нас тоже есть вибрация. Когда мы думаем о каком-то человеке, мы начинаем выстраивать к нему тут же некую линию, некий вектор. И этот вектор, он не прямой, он как минимум синусоидальный. Как только мы хотим в этом мире чего-то достичь, тут же возникает сила противодействия. Гуржиев нам говорит о так называемом законе трех. Что все процессы в нашем мире подвержены трем составляющим. Но люди в большинстве своем осознают только две составляющие. То есть черная и белая. Но самое главное, тонкоматериальное воздействие, именно торсионное поле, именно си влияние, так называемое, люди часто оставляют за рамками своего понимания. Основное, что нужно осознать, что существует третье си влияние. То, что в психологии называется психополем. То, что в физике называется торсионным полем или стоячей волной. Я хочу, чтобы все четко поняли, нет никаких противоречий между эзотерическими знаниями, между знаниями психологическими, физическими. Я записываю свое видео, чтобы найти единомышленников. Людей, которые могут перешагнуть так называемый научный кретинизм и начать изучать мир самостоятельно. Потому что то, что нам современная наука сейчас рассказывает об устройстве мира, о человеке в этом мире, это просто, мягко говоря, неправда. Так вот, правду нам не расскажет никто. Правду мы сможем только попытаться найти самостоятельно. И то, что мне удалось раскопать за более чем 20 лет моих изысканий, я выкладываю на своем канале. Далее я более подробно освещаю в своих проектах, на своих ретритах, выездных семинарах. Там я не просто рассказываю, а я показываю, как это действительно влияет на твое, в том числе и физическое тело. Если по данному видео возникли вопросы, задайте их в комментариях, я обязательно всем отвечу.